Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Сегодня говорим про ICO Hacking. У себя на странице ребята написали, что это специализированная криптовалюта для этичных хакеров. Это крипта, а скорее токен, за который можно будет приобрести услуги спецов по кибербезопасности на платформе Hacking. Hacking сможет предложить своим клиентам топовые услуги по тестированию на проникновение и оценку уязвимостей для своих продуктов и сервисов. Это действительно актуальная тема. Вспомните прошлое лето. Я лично могу насчитать около 10 кибератак на бирже и пару глобальных вирусов, которые погуляли по странам. А взломы компаний среднего звена даже считать не берусь. Экосистема Hacking – поддерживаемая сообществом торговая площадка в области услуг кибербезопасности, которая станет результатом данной продажи токенов и будет организована в ряде юрисдикций по всему миру. Она состоит из площадки услуг поиска уязвимости Hacking Proof, платформы вознаграждения за выявление оригинальных уязвимостей нулевого дня, инкубатора стартапов в области кибербезопасности Hacking, центра аналитики кибербезопасности и конференции Hackit. Короче, ребята всерьез взялись за решение этого вопроса. Они намерены создать комьюнити по кибербезопасности, которая будет сопровождать, консультировать, решать профильные вопросы владельцев бизнеса и разработчиков продуктов, объединив все эти процессы в экосистеме Hacking. Hacking — это единственная монета, действующая внутри системы. И мне действительно понравилось решение, которое придумала команда проекта. Основополагающая идея Hacking заключается в том, что токен превращает каждого своего владельца в участника сообщества, поскольку Hacking является специализированным токеном, в первую очередь ориентированным на профессионалов и проекты в области кибербезопасности. Он также объединяет этих людей, создавая стимулы для взаимного ведения бизнеса и инвестиций в стартапы в области кибербезопасности. Участникам сообщества необходимо будет общаться и взаимодействовать друг с другом, чтобы использовать свои хакены. Чем живее сообщество, тем большую ценность оно приносит каждому участнику. Такая политика вознаграждения участников сообщества обеспечит положительную ликвидность и низкую волатильность монеты Hacking. Причем хакены – это не электронные деньги, они не являются товаром или любым другим финансовым инструментом. Токены Hacking не представляют собой акции, доли обеспечения, либо эквивалентных прав, включая, помимо прочего, любое право на получение будущего дохода и прав интеллектуальной собственности. Хакены также не являются объектом права собственности. И вот еще какая штука. В системе Hacking заложен принцип сгорания. Вот как это работает. 30% токенов с каждой транзакцией будут изыматься системой, половина из которых будет деактивирована, спалена, а вторая половина будет возвращаться на биржу, тем самым поддерживая тонус монеты. Никаких простоев. Хакены будут трудиться, как пчелки. Мы изобрели принцип сгорания для этой продажи токенов, чтобы устранить регулярные риски, которые в противном случае могли бы препятствовать участию клиентов, являющихся резидентами некоторых юрисдикций. Мы также считаем, что сгорание ускорит рост ликвидности и уменьшит риски волатильности для HKN. Всем владельцам хакенов важно понять, что сгорание влияет только на суммы, входящие в комиссию платформы. Таким образом уменьшается количество хакенов, которыми и владеем мы, основатели платформы, а не наши клиенты. Ну и собственно про ICO. 30 сентября был закрыт пресейл, а с 31 октября начинается открытый краудсейл. Ссылка на проект находится под этим видео. Там же вы можете детально ознакомиться с командой проекта, его экосистемой, а также революционным принципом сжигания, которым заменили привычное распределение прибыли или обратного выкупа токенов. Подведя черту, могу сказать, что благодаря внедрению блокчейн, экосистема HKN весомо повысит современные стандарты кибербезопасности и сделает веб-пространство более безопасным для всех его участников. Друзья, я жду ваших комментариев под этим видео. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам проект и как вы считаете, насколько он актуален в наше время. На сегодня все. С вами была Миша. Всем пока!